Полночь вошедшую в историю соцсетей. Сегодня Роскомнадзор после одобрения насильственных призывов руководства Меты заблокировал для россиян Фейсбук и Инстаграм. Но пользоваться мессенджерами все еще возможно. Для этого включаем VPN. Это приложение для зашифрованного подключения. Ждем прогрузку, рекламу, потому что это бесплатный VPN, а бесплатных сейчас стало намного меньше. И пользуемся. Не все будут покупать платный этот ресурс. Бесплатный – это тоже некие ограничения, это торможение скорости. Не каждый готов будет разобраться. Яника пока в Инстаграме. У нее 8 с лишним тысяч подписчиков. Но она не переставала быть и в российском ВКонтакте, куда сейчас активно мигрируют. Некоторые уходят в Телеграм, но это больше экспертный канал. Одноклассники – это, наверное, совсем такой олдскул. Может быть, начали осваивать новые соцсети. Например, я рус. Говорят, что схожий функционал с Инстаграмом. Но, тем не менее, опять же, посмотрим, как будет дальше. Пока, ну вот лично у меня веры в нее сильно нет. Юлия Жуйкова тоже выбрала альтернативу и ВКонтакте. Сеть, забытая многими, перерождается на глазах. В последние дни в интернете было все. От ликования за блокировку нетолерантных мессенджеров до слез тех, кто в них продвигал бизнес. Юлия на это смотрит философски. В какой-то степени эта лживая соцсеть очень много делается именно для рейтингов, для охватов. И, наверное, мы достигли того пика, когда нас ждет всех трансформация, некое обнуление. Фейсбук – сеть абсолютно бесполезная с точки зрения продаж каких-то серьезных. Это сеть каких-то нищебродов, которые только постят и только комментируют, болтают. В отличие от Линкдина, например, деловой сети, Фейсбук – это помойка. По мнению специалистов, Инстаграм в основном прокачивают личные бренды, поэтому много продукта из воздуха, что лично он за бизнес не считает. Людей с другой точки зрения больше. В интернете даже гуляет анкета. Укажите род деятельности и уровень заработка. Якобы данные собирает Совет блогеров при Совете Федерации, но подтверждения этому нет. Но все эти поиски и выхода кажутся странными, ведь генпрокуратура направила в суд заявление о признании метаэкстремистской организацией. По мнению юриста Людмилы Шкун, произойдет это в кратчайшие сроки. Никаких котиков, никаких собачек, никаких добрых лайков уже нельзя будет делать. Не только делать, но и иметь этот знак, поскольку фактически можно будет вас привлечь к ответственности, уголовной ответственности, как вы будете уже являться распространителем этого даже знака, этой символики. Но барнаульские предприниматели не отчаиваются. Как маркетолог я понимаю, насколько обширный функционал, сколько разных каналов. Мы просто про все забыли, мы же ушли в диджитал, ушли в инстаграм, выбрали это приоритетным направлением. Существующие сети, сервис MyTarget, Яндекс.Дзен, Пинтерест к нему тоже советуют присмотреться. В общем, всем грустящим блогерам советуют быть гибче, приспосабливаться и, возможно, занимать первыми место под новым солнцем. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком.